Здравствуйте! Там опубликован анонс нашей сегодняшней встречи и задать вопрос там. В ходе беседы я обязательно озвучу ряд из них, а на те, которые мы не успеем ответить во время эфира, наш гость ответит за рамками нашей программы на сайте урал56.ру. Итак, Игорь, начнем разбираться в теме. И вот первый вопрос, но прежде приведу данные. По данным РИА Новости, ежегодно от употребления наркотиков в России умирает порядка 30-40 тысяч человек в год. Как с этим дела у нас обстоят в Орске? То есть сколько у нас людей в год умирает от употребления наркотика? Ситуация, можно сказать, что угрожающая. То, что сейчас я столкнулся с этим по своей работе, я на это смотрю, наверное, все-таки как на эпидемию. Статистика у нас тоже есть, мы ее ведем, и смертельные случаи есть, и снимаем с учета. Снимаем мы с учета в основном по каким случаям? Человек или осужден, мы его снимаем с осуждением, то есть его в тюрьму посадили. Или он снят с учета с выздоровлением, или с исправлением, если он был в профилактической группе, или со смертью. Но если в цифрах, то в год или в день, вот если даже в день, мне кажется, это будет более показательно. Нельзя сказать, что это смерть именно от наркотика. Хотя я считаю, что если он выбросился с балкона в этом состоянии, или у него суицидальная попытка завершилась, он завершился самоповешение, или он еще что-то натворил с собой, все равно же это смерть от наркотика. Если у него остановилось сердце, ему на вскрытие ставят острое сердечно-сосудистую недостаточность, или человек умирает от цирроза печени, все равно это смерть от наркотика. То есть наркотики стали причиной, почему он дошел до такого состояния? Буквально организм поражается весь. Ну вот смотрите, данные 30-40 тысяч человек в год по всей стране. А сколько на самом деле реально? Потому что это же статистика. Я думаю, в разы, наверное, умножать, может быть, раз даже в 7, а может и в 10. Официальная статистика и то, что у нас происходит, это две большие разницы. То есть получается, практически за год вымирает такое количество людей, сколько живет, допустим, в нашем городе Орске. То есть вымирает один город Орск. Ну, выходит так. Ну, я имею в виду, по количеству людей. Вот приведу такие данные. Это данные Евгения Ройзмана, это лидер движения «Город против наркотиков». Он, кстати, тоже выскажет свое мнение, но уже во второй половине нашей программы. Так вот, на примере Свердловской области от распространения дезаморфина из общего числа наркоманов. Вот колоссальные данные, то есть это сколько людей перешли на дезаморфин, то есть перестали потреблять какой-то другой наркотик. В ноябре 2010 года 6%, в апреле, то есть через полгода 22%, это уже в этом году, и в октябре 2011 года 35%. То есть, получается, все начинают отказываться от дорогого наркотика и переходят на тот наркотик, который можно купить рядом дома в аптеке? Ну, выходит, получается так, что да, наверное, я бы сказал, что это более доступный наркотик, поскольку полторы тысячи рублей и 150 рублей – большая разница. Полторы тысячи – это что? Ну, допустим, возьмем героин. И почему это происходит? Недоступность наркотика, еще и героина, объясняется, наверное, еще и работой наших пограничников все равно. Потому что если они стали работать, эти ребята, то мы этот результат увидели очень быстро. Природа не терпит пустоты. Они сейчас скинулись к кустарному дезаморфину, называют крокодил, а там катастрофические последствия. Продолжительность жизни, если я наблюдал героиного наркомана, я еще и ханку застал с 1987 года. Ну, это мы поговорим о нашей биографии. Продолжительность героиного наркомана была 7-8, а то и 10 лет. Но их периодически в тюрьмы сажали, они за счет этого еще и ремиссии часто давали. А то дезаморфиновый наркоман буквально за год выходит в тираж уже, на куски разваливаются. Давайте для наших радиослушателей просветим все-таки, что такое дезаморфин и что такое дезаморфинная наркомания. Американцы экспериментировали с этим препаратом. Это одна из модификаций структуры морфина. Они пытались его применять в промедикации, то есть как обезболивающий препарат. Они работали с метадоном, но они быстренько отказались от этого дезаморфина, поскольку кратковременный был эффект, где-то 2-3-4 максимум часа и опускало. А для операции некоторых там надо более длительный эффект. И потом они не получили то, что хотели. У них непредложительное время под названием перманит даже был в продаже, соль была такая. Потом они от него отказались, и он у нас в 2003 году где-то всплыл. До этого спайс был. Мы, наверное, будем отдельно по нему говорить. Ну да, про спайс мы тоже поговорим чуть-чуть. Слава Богу победили. А эта дезаморфина, вот эта рептилия, она вот где-то год как она вылезла. И то, что сейчас началось, я считаю, что надо просто в колокола бить. Потому что мы просто молодежь эту можем потерять. А бьют ли в городе в колокола? Да. Как? По-разному бывает. Например, меня летом пригласила, есть такая замечательная женщина, называется, ее фамилия Стахарна Ольга Ивановна. Это, она занимается там организацией родителей против наркотиков. Ну я знаю, да. Это было в конце лета. Я помню, да, эту акцию проводилась в Центральном парке. И, значит, мне дали слово, я не удержался, значит, и начал говорить, что надо запретить продажи кодеиносодержащих препаратов. То есть сделать рецептурно, как и было. Я даже захватил те времена. Вот такой я старый человек. Я помню, когда это продавалось по рецептам. А как отреагировала общественность? Потому что кодеиновые препараты... Люди неплохо отреагировали. А один ко мне даже подошел из моих. А Борис это все наблюдал. Он подошел, говорит, правильно, Анатолич, ты сказал. Так и надо делать. Ну смотрите, продавать по рецептам кодеиносодержащие препараты, ну, понятное дело, что это нужно. Но давайте вот смотреть на практики, да. Давайте. Вот, допустим, я заболела, да, мне нужно лекарство от кашля. Для того, чтобы... Мне нужно идти к врачу, мне нужно отставить большую-большую очередь, потратить на это очень много времени. И не факт, что мне дадут рецепт. Врач просто не успеет принять. Куда проще, да, быстренько забежать в аптеку, взять препарат. Вот как быть в данном случае? Ведь все равно же будут продавать. Игорь, вернитесь к нам, ставьте листочки. Нет, я вот что хотел показать. Вот. Заболел человек, заболел человек, кашляет. Но вот он же не должен лечить только кашля. Это фельдшерский подход. Он идёт к врачу и лечит, наверное, ларингит или фарингит. А если здесь помнят, что пишут, что сироп для детей от двух лет, когда иносодержащий специально принёс, ну, начало 19 века ткачихи лондонские поили своих детей, давали им жёвку опиума, чтобы они спали, не орали, а мать шла работать, трудиться. Пришли-то к чему мужа? То есть, если с двухлетнего возраста они сироп для детей делают, то этих людей что с ними вообще можно сделать-то? Ну, понятно, что даже в детских препаратах, вот сейчас вы показываете, это кадалак, который детям можно тоже давать. Надо лечить не кашель, а причину. Но вопрос заключался не в этом. Вопрос заключался в том, что кадеиновые препараты, то есть у нас очень сложный доступ к врачам, потому что врачей катастрофически в городе не хватает. 50% недобора медицинского персонала. Так вот, понимаете, с каждым кашлем не набегаешься в больницу. Вот как быть в этой ситуации? То есть ситуация получится какая? Что людям надо будет за каждым кашлем идти в больницу. Это, конечно, правильно. Не надо будет. Не надо самолечить. И не было ажиотажа. И были таблетки по рецептам, и были таблетки от кашля по рецептам, и ажиотажа не было, поверьте мне. Спокойно справлялись. Может быть, какой-то... Меня на форумах рвут на куски, вопросы ваши только с другой формы задаются. И я понимаю, что это или сотрудник аптеки пишет мне, который зарабатывает там деньги. А что пишет? Что вы творите? Вот это такое дело. И за что же мы будем ходить? И как же? Или я понимаю, что это наркозависимые мне пишут просто люди. То есть люди все же против того, чтобы кодеиновые препараты продавали по рецептам? Не все. Но есть некоторые против. Мы это пытались обсуждать. Дискуссии хорошие завязывались. Ну, не все. Некоторые очень с пониманием относятся. И я думаю, что подавление кашля, опять же, это не способ лечения ларингита или фарингита. Может быть, папе надо прекращать курить в квартире. Вот я, может, скатываюсь на вильгельмовские все эти интонации. Но мне это легче, у меня есть возраст. Вильгельм 28 лет. Они им говорят, что он там, щегол 28 лет, он не понимает, что-нибудь такое. Я 35 лет отошел от алкоголя. Я могу сказать, что всякое у меня было. И всякое, как у любого человека, это есть. А не то, что мы такие идеально сидим в белых халатах. Но тут тоже надо понимать, что... И вот я уже забыл, и нить разговору потерял. Что я хотел сказать. Хорошо, понятно. Игорь, вот у меня такой вопрос. Опять поднимается тема, что нужно уголовное наказание за употребление наркотиков. Вот как вы считаете, нужно или нет? Уголовное наказание надо за распространение наркотиков. А какое оно сейчас? Уголовное наказание? За распространение именно. А никакого? Он они в аптеках распространяют, и никакого наказания нет. Одни прибыли. Вот они, вот сообщи, где торгуют смерть. То есть в любой аптеке. Сейчас наказание только за те наркотики, которые входят в список наркотических средств. Героина почти нет в городе. Они занимаются дезаморфинщиками, которые уже в шприцах несут готовый препарат. Что им заниматься? Они ко мне приходят на прием пачками. Я их по три человека в день госпитализирую. И что их хватать, и дальше что? В ЛТП возрождать? Я говорил об этом на родительских собраниях. Женщины ностальгируют. Как было хорошо, было ЛТП. Я, кстати, ЛТП застал. ЛТП, вот, что будете для нового, для молодого поколения? Лечебный трудовой профилакторий, как с издевательством было название. У меня был пациент Веревочников, я могу его назвать, фамилию его нету. У него ни родственников, уже никого нету. Веревочников сделал в ЛТП шесть ходок. То есть он ко мне приходил и говорил, направляй в ЛТП, Анатольевич. Я говорю, ты с ума сошел? Ты что? Мне нечего жрать. То есть, а смотрите, вот сейчас к вам обращаются пациенты, да, те, которые наркозависимые. Что вы с ними делаете? Госпитализирую. И что? Я их, конечно, пытался лечить амбулаторно. У нас была волна, когда, ох, мы сейчас их начнем лечить амбулаторно. Ничего не получалось. Пациенты надо изолировать. Ну, насколько? За 10 дней ломку снимают отлично. Мы находимся чуть пониже, вот под горой, лесная, 19. За 10 дней ломку снимут. Но они и не удерживаются у нас. Я дежурю, он сидит, я говорю, ты куда собираешься, Петр? Он говорит, отдайте мои тряпочки, верните мои тапочки. То есть вы снимаете кризис, и он потом выходит, и опять практически дальше. Он попадает в нежные объятия психолога, реабилитационный центр. А они туда идти у нас очень не хотят. Почему? Я что, псих, что ли? Я говорю, ты что, ты психиатра и психолога путаешь. При чем тут псих? Заниматься дальше, реабилитация. Длительная работа, кропотливая работа. И кто попадает, результаты есть. А эти, они опять идут в свой социум, опять в свою компанию. Он подходит к подъезду, а ему там стоит гена, и вот так шприцом делают. Игорь, а вот у меня такой вопрос. Вот вы говорили, что сейчас сказали, что в Орске героина практически нет, и есть вот дезаморфин. Вот все-таки в процентном соотношении из общего числа наркоманов, то есть сколько примерно те, кто сидят на дезаморфине, и те, кто, скажем так, классическими наркотиками пользуются? Ситуация такая получилась. Когда начался дефицит, они начали переходить, пересаживаться на дезаморфин. Сейчас вообще начинают сразу с ходу дезаморфином колоться. То есть сразу? Сразу. А почему? Чем объясняют? Не понимаю. Недостаточно, может быть, мы профилактику эту проводим. Мы не вылазим из школ, мы по две лекции в неделю читаем, иногда даже три. Я как слепой конь по кругу хожу уже. Они меня уже знают. О, Журавлев пришел. А что вы доносите на этих профилактических лекциях? То есть в каком оно ключе идет? Вот вы говорили, позитивная профилактика. У нас во главе угла была позитивная наркопрофилактика, которую разработал профессор Деречи, который возглавляет кафедру, и Карпец. Это главный нарколог Привозовского округа. Позитивная наркопрофилактика. То есть ни слова про наркотик, только хорошая. Папа, мама, я спортивная семья. Спорт, все школы на лыжню. И я понял, что это у меня не работает в Ворске. Может, это работает в Оренбурге. В Ворске не работает. У нас сейчас, к сожалению, вот сейчас, может, тоже не буду говорить, но труднодоступные стали секции. Если раньше это было возможно, сейчас за все надо платить. И не все люди позволить себе могут. Хотя можно позволить, если они будут меньше пить родителей. Да и ситуация даже не то, что они трудные, не то, что нужно платить, а ситуация с тем, что их на самом деле не хватает, потому что детей очень много. ДК у нас закрыли, много ДК у нас закрыли. У нас были домовые клубы раньше, но домовые клубы, не знаю, мы никогда не ходили. В домовых клубах, как я понимаю, как это было раньше, в основном дети были какие-то все-таки специальные. Игорь, ну давайте вот вернемся к теме, вот по теме профилактики, да? Вот, стал ходить. Вот насколько вот эффективна вот именно вот эта позитивная профилактика, ну, вы сказали, что она неэффективна, но понятное дело, что детям объяснять, что такое наркотик, они больше нас знают. У них глаза зеленым светом загораются, и сразу вопрос, как надо правильно колоться. А как нужно делать так, чтобы дети все-таки отказались, сказали слово «нет наркотика»? Я им стал рассказывать про вред наркотика. То есть я стал им показывать слайды, сделал их сам. Это все мои бедолаги, которые ко мне попадают. Кстати, все с пониманием от нас отнеслись к этому. Я лица не фотографирую, я конечности фотографирую. То печень, то селезенку, это мне патологоанатомы дают любезно слайды. А потом все начинается, у меня эти картинки, которые они начинают смотреть. И как дети на них реагируют? Они реагируют, говорят вау. Потому что я показываю следы от инъекций, я показываю гнилостные вот эти вот раны. Значит, там уже ко мне то, что они приходят, это уже в общем-то уже хирургически больные. Некоторых хирургии надо лечить. Видно все это. Я потом могу это все... Ну, мы эти фотографии обязательно опубликуем. Страсти Господни. Я их в интернете стал выкладывать, и я понял, что я нащупал какую-то нишу, которой никто не занимается вообще. Вообще. То есть вы нашли вот этот контакт с детьми? Не сколько с детьми, а с людьми. Поэтому я, может быть, и стал выходить на эти социальные какие-то сети. Игорь, спасибо. Мы сейчас прервемся на рекламу. Это программа «Говорим по делу» в студии Елена Файмон. Сегодня наш собеседник Игорь Журавлев, врач-нарколог. Мы говорим о дезаморфиновой наркомании и не только. А вот это вот даже сделали вот такую штучку от Пригелевой. У меня было 120 странниц, получилось 10. А как так выезли-то сильно? Ага. А я еще шарахну по половому воспитанию. А это вообще скользкая тема, тем более сейчас. Ой. У меня сейчас, знаете, во второй половине программы тоже вот... Сейчас мы немножко поговорим вот о этом GVSH-250, о солях. Ну так, чуть-чуть затронем. Которую я вообще не сталкивался почти. Ну да, вот. Ну, значит, столкнемся скоро, я так думаю. Вот. Это богема, наверное, на тему профилактики. Про тестеры. Потому что я знаю, в некоторых субъектах Российской Федерации есть целая программа, где прям вот... И они сейчас уже сказали, что они могут даже родителей не спрашивать. Да, да, да. Вот. У нас, я знаю, что это нужно по разрешению родителей. Вот про тестеры. Ну, это после Ройзмана. Вы пока не одеваете у нас еще сколько-то минуток. Сейчас уже сказали, что не надо разрешения родителей. Может быть, правильно? Но видите, в чем дело. Это очень важно организовать, как сдачу мочи. Потому что там Петя за Васю сдаст. Ну да. Это же как стоять. Это что, медику заходите, вот так смотреть? Как у нас, да? Писи, Петя, писи. Лучше о Розме не поговорить. Оно Розме не поговорит. Он вообще интересный человек. То есть я тогда сейчас представляю, эта программа «Говорим по делу». Говорю, что вот сейчас есть вот новый страшный наркотик, который пришел в российские регионы. Это Дживаншир. А мне их методы симпатичны. А я тоже считаю, что это методы права. А больше как еще? Тогда мы потом после этого поговорим по Розму, но по поводу методов лечения. И методы лечения у него нормальные. Они просто умирают, потому что они могут его вот так вот дунишь, он может умереть. Они их еще фиксировать начинают. Еще у нас есть интересный, я пересекался с Володей, с возрождением, преображением. Вот этих вообще сказать. А что у них? Их вообще охаивают. Вот секты там. Это вот всегда трезвые грузчики, вот это все. Они хоть что-то реально делают. Ну у них трудовая терапия. Ну да. Они реально что-то делают. А я пересекалась в старом городе, есть коттедж его, там вот реабилитация наркоманов. Там вот тоже, ты забыла, как называется. Наркоконтроль, они не нравятся. А кому наркоконтроль, кто им нравится вообще? И вот они там как раз, там вот в коттедже они живут, получается, их тоже так вот закрывают. И он ее за руку берет и приводит, этот Володя. Володя сам из бывших. Она у меня анализы сдавала и получала амбулаторную. Я говорю, а что она сама? Он говорит, я не могу отпустить сам. Она будет или со мной ездить, или в сопровождении волонтера. Вот у них как. А самый молодой наркоман на вашей практике какой? Они токсикоманят в основном. Ну вот возраст. Да, момент. А вот возраст какой? Вот такие. Ну это 7, 8, 6 лет. Мужиков же мы не видим, которые к лениху ходят, да? Куда деваются сами? Вопрос. Они начинают пить или колодцы? У него и дорога. Нет. Ну еще одна дорога, но это редко бывает исключение. Вот ко мне вчера приходил, значит, он женился, ребенок у него, и он сварщиком работает. Мы ему все-таки разрешили работать сварщиком. А у меня был случай, и не один, а несколько, три, которые бросали колодцы героином. Сами? Да. 10 лет не кололся. В тюрьме сидел. А потом какой-то опять? Потом вышел, и начал колодцы крокодилом. Он у меня здесь в слайдерке есть. 10 лет не отвык, что ли? Вот он вышел, я понимаю, что они люди, ограниченные очень. И ему, он вышел, он... А ему заняться нечем? Нечем ему заняться. У нас фотография, что-то там, да? Семья. А это вакуум у него. Все? Через 14 секунд в эфире. Это «Говорим по делу» в студии Елена Файман. Сегодня мой собеседник Игорь Журавлев, врач-нарколог. И не только, это активный гражданский журналист, который еще известен своей активной деятельностью в сети интернет. Он ведет свой блог, который достаточно популярен. Мы говорим о дезаморфиновой наркомании, и не только. И вот пока за время рекламы мы тут обсудили такую тему. Вот по поводу того, что какие... Какой самый молодой возраст наркомана? Вот, Игорь, расскажите вот сейчас то, что о чем вы говорите. У нас политкорректность. Мы говорим наркозависимого. Но, наверное, все-таки тут токсикоманы. Они начинают с юного возраста употреблять различные психоактивные вещества. Я не буду перечислять, чтобы не возбуждать интерес. Это бывает и 9, и 10 лет. И мы многих в стационары направляли, особенно в Оренбург. Потому что в взрослом отделении они не могут находиться. У нас даже дети отдельно сидят, а взрослых. А лечатся тем более. Потому что у нас во взрослом отделении все университеты пройдет. Их только надо лечить в подростковом отделении. Вот еще один вопрос для города Орска. Нет подросткового отделения. Подростковый врач есть, подросткового отделения нет. То есть все вот в общей куче. И мы их вынуждены, нет, направлять в Оренбург. Игорь, получается так, что в принципе это основной тренд сейчас, что такие, скажем так, наркотики, которые входят в список наркотических средств, заменяются какими-то аналогами, которые так называемые психоактивные вещества. И вот новый страшный наркотик, который пришел в российские регионы, это опять по данным города против наркотиков, Екатеринбургской. Екатеринбург, Нижний Тагил, Сибирь и Урал, сотни городов и поселков встречают новый наркотический кошмар под названием GVH-250, или его еще называют Соли. Он до сих пор не включен в перечень запрещенных веществ. И вот сейчас у нас будет мнение Евгения Ройзмана, это президент фонда города без наркотиков. Он расскажет, что это за наркотик и как он попадает в Россию. Наркотик универсальный, то есть они его колят, нюхают, в задницу себе заталкивают. Ну наркотик, он и есть наркотик. А мы-то столкнулись, но у нас реабилитационный центр, 300 человек в реабилитационном центре. И вдруг пошли подряд молодые, там 16, 17, 18 лет, притаскивают родители, говорят, ничего не можем понять. За считанные, там, две недели похудел на 10 килограмм, деградировал, ничего не соображает. Ну и поняли, что пользуются, покупают через интернет вот эти наркотики, которые просто называются Соли. Соли для ванн. И те, кто их завозят, завозят их в основном из Китая, завозят их под видом солей для ванн, их на таможне не останавливают. Я посмотрел клиническую картину, ну у нас сейчас порядка 30 человек, 31 человек у нас вот в реабилитационном центре с этими солями. Картинка жуткая, ну половина с космосом общается, половина головой об стену бьется. Тут отец сдал одного, что-то месяца два прошло, он приехал, говорит, так давайте, наверное, уж все нормально, я заберу его. Ну посмотри, нормально. Сын два месяца ходит и улыбается, просто ходит и улыбается, в себя не приходит. То есть последствия самые жесточайшие. Причем подростковая и молодежная среда в основном. И многие героиновые наркоманы начинают употреблять. То есть такая очень неприятная, очень тяжелая картина. Я надеюсь, в ближайшее время они будут внесены, эти наркотики, в список аналогов. Но тем не менее, проглядели. То есть подытожу, да, наркотики, которые покупают через интернет. Мы их проглядели, у нас нету сейчас еще, они не входят в перечень списка наркосодержащих препаратов. Вот ваше мнение какое? Может легко получиться, как со спайсом. Вот да, спайс-то победили. Спайс мы долго раскачивались, хотя я сразу в набат стал бить, и вы стали говорить об этом сразу. Но у нас все ждали, потом все-таки вышли, что синтетически каннабиновиды. Но соли есть сейчас, вот эти, о чем говорит Евгений Ройзман? Есть соли у нас в Орске? Сталкивались с подобными случаями? Несколько раз сталкивался уже. А что это? Расскажите случай. Была девушка, которой я пересекался, у нее получилось, ну там не соль выявилась, мы сначала делали на скрин-тестах, которые я вам принес показывать. Ну сейчас мы расскажем про эти тесты. Там выявился, опиаты выявились, то есть что туда еще в соли там поднешиваются, непонятно. Может быть там КДИН был еще параллельно, она принимала. Вот, и эта девушка все-таки, все это закончилось, лишение водительских прав у нее, через суд все это. Ну как дальше? А как вот она реабилитируется, то есть или она продолжает это дальше употреблять? Не отслеживали судьбу? А как? Я только с ней пересекся по медицинской экспертизе. А у нас в основном сейчас идет дезаморфин косяком просто. Дезаморфин, дезаморфин. То есть часто дезаморфин косяком, вот все-таки, ну мы посудили эту тему, да, что дезаморфин много в городе, и нужно бить в колокола. Вот такой момент. Во многих регионах, в субъектах федерации уже введено за правило в школах тестировать на наличие марихуаны, да, и морфин, героин, да, тестов, которые сейчас у нас здесь лежат в студии. Как у нас обстоят дела в городе Орске, вообще в Оренбургской области? Поддерживают эту идею? Нужно, не нужно? У нас был в виде эксперимента, я был там с лекциями для родителей, 23 училище, значит, было обследовано около сотни учеников. Там очень большая сложность, я понимаю, сам процесс сдачи мочи, его надо отслеживать от и до. То есть там прям надо смотреть, и как вот у нас привозят на экспертизу, то есть я смотрю, как все это собирается. Потому что иначе мы можем там все это дело упустить. Я спрашиваю медработикой, какой получился результат? Она говорит, никакой. В смысле? Нулевой. Ни у кого ничего не выявилось, никакого наркотика. О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Тесты дорогие. Стоимость сколько одного? Ну, они разные, есть мульти-тесты. Бывает 250 рублей, бывает 200, бывает подешевле. Значит, упирается в согласие родителей. До 15-летнего возраста мы его пальцем тронуться не имеем без согласия родителей или опекуна. Все в этот закон упирается. То есть надо сначала решить с родителями. Сейчас я в интернете стал сталкиваться, что информация проходит, что уже договорились, что согласие родителей не надо будет. Но вообще сталкивались с таким случаем, что родители против. Не нужно моего ребенка тестировать на наличие наркотических веществ. Думаю, если ребенок, как говорится, адекватный и ходит, и занимается, и учится, а что тут против, почему не сделать. Они и с прививками против сейчас. Не, ну, прививки это немножко другое, да, тут уже как-то принимаешь решение, да, там, по поводу, это касаемо иммунитета. А здесь как бы, ну, сдалось-далось. А почему против? Ну, и пусть возьмут мочу. Еще жалко мочи, что им. И кал пусть берут. Ну, как вы считаете, нужно ли это вводить, как, допустим, какая-то городская программа или областная программа, вот именно тестирование у учеников на наличие наркотиков? Ну, допустим, мы выявим у подростка наркотик, что дальше с ним делать? А вот что дальше? Вот вопрос интересный. Ну, вот выявился у него наркотик. Взять его на учет. Учета нет сейчас. Есть наблюдение диспансерное. В диспансерную взять группу профилактического наблюдения на год. Значит, согласие родителей, они могут не согласиться, чтобы я брал на учет. Завести карточку на мальчика. Значит, и с ним делать встречи раз в месяц. 12 встреч. Опять оппозитивный? Его грузить, с ним разговаривать. Если надо его лечить. Как вы будете лечить? Да хотя бы витамины принимать. Витамины очень хорошо действуют. Если их не пароз принимать, они там не действуют. А если их колоть, например, В1, В6, витамин С, там результат через 20 дней уже будет. Почему? Они еще курят все, разрушают себе витамины при помощи табака, никотина. И там результат, розоветь человек начинает. Заниматься можно, психологу его направить, будет заниматься психологом. Если надо, индивидуально у нас занимается психолог. У нас громадный двухэтажный реабилитационный центр, которых туда не затащишь. Они вот в косяки упираются и не идут. Ну да, что я псих, что я. Миха, да, я не псих. Мы упираемся в невежество. У нас вот народ такой. Ну вот мы перешли к методам лечения. Вот те методы лечения, которые есть, скажем так, регламентированы. Насколько они эффективны? Потому что, опять-таки, вернемся к Евгению Ройзману. Город против наркотиков. Такая достаточно скандальная личность. У него свои методы лечения, достаточно жесткие. Но у него есть своя статистика. Вот вы сторонник какого? Или что-то среднее? Я, конечно, сторонник тех методов, которые у нас есть. Я сейчас, если что-то буду говорить о своих симпатиях к нему, значит, но я буду говорить это уже как человек. Это как мое мнение. Но я ведь еще и врач. У нас есть свои параметры лечения. Мы это прекрасно умеем делать. Мы ломку эту снимаем за 10 дней. Лишь бы он находился там. Они приходят, лечиться не хотят. Или их родители хотят. Мотивации никакой нет. Значит, он через 2 часа собирается уже отдать мою одежду. Он на второй день уходит с стационара. Нарушение режима самостоятельного ухода за деление. Государство дает возможность полечиться бесплатно. Надо использовать. Они через неделю приходят, их уже не берут. Потому что там уже бесплатно он исчерпал свою леню. Здесь, наверное, еще все-таки вопрос воспитания. Какое воспитание заложено в семье. Это программа «Говорим по делу». У нас в гостях врач-нарколог Игорь Журавлев. Мы говорим о дезаморфиновой наркомании не только. И сейчас я хочу задать вопросы с сайта Ural56.ru. Скажите, почему правительство не хочет запретить кодеиновые препараты? Ведь руководители нескольких субъектов приняли решение ограничить продажу кодеиносодержащих. Например, Татарстан, Липецкая, Белогородская, Калужская области. Почему до сих пор кодеиносодержащие препараты продают? Эту тему уже муссируют долго, но министр Голикова развернула этот закон до лета 2012 года. Я думаю, что это бизнес. Есть заводы, которые производят эти таблетки. Эти таблетки съедаются все. Ну что это, у нас все поголовно ходят, кашляют, что ли? Если цена этого препарата была 53 рубля, потом смотрю 62, сейчас 73 рубля, буквально за месяц она возросла, то я понимаю, что это бизнес. И просто так вот это все нарушить. Просто люди приходят, у меня была пациентка, которая 80 таблеток коэффицина, ей надо в сутки, чтобы приготовить этот наркотик себе. 80 таблеток человек съедает в сутки. Это очень много. Да. Даже вот просто, да? Это очень много. И второй вопрос. Может быть, кесарево-кесарево-наркоману-наркоманово, наркоманы сами сделали свой выбор, зачем их спасать? Ну, мы тогда уже к Евгенике приходим. Есть такое, был на философии изучали мы, Евгеника. То есть, естественный отбор дарвинизм, да? Если человек или из партии какой-то рождается, человек не такой, как мы, или с каким-то уродством, давай его со скалы сбрасывать начнем. Ну, так сначала не нравилось цыганской национальности, потом еврейской национальности, потом он за славян принялся. Но все-таки вы за то, что наркоманов нужно лечить. А начал это с психбольных, да? Начал это с психбольных. То есть, они стали заниматься психбольницами, они считали, что психбольные – это балласт нации немецкой, и они за них взялись плотно. А потом они уже пришли к тому, чему пришли. Мы так можем далеко уйти с таким мыслью. А я их постоянно этим мысляю, часто очень. Может, это один человек, есть такие, называют тролли. Это люди недалекие, но им нравится говорить гадости. Они, я думаю, ущербны сами по себе. Не будем хорошо сдаваться на личности, пускай даже этой тролли. Это программа «Говорим по делу». В студии Лена Файман, у меня собеседник Игорь Журавлев. Сейчас мы возьмем небольшую музыкальную паузу, после продолжим разговор. Мы продолжаем наш дельный разговор, и у меня вот такой вопрос. Игорь, вы известен как не только врач-нарколог, но еще известен как такой популярный, активный пользователь сети интернета, активный блогер. Так вот, с чего начиналась вот эта активная гражданская журналистика? Ведь блог называется как у вас? Мой город Орск. Мой город Орск. Почему мой город Орск блог так? И что в блоге говорим? Началось с моего мира, перекликалось с новым миром. Сообщество «Мой город Орск» разрослось до 24 тысяч человек, а потом все это как-то вот повисло. Мне хотелось ответных реакций, а у нас арчане в основном читают, ничего не комментируют. Тогда «Живой журнал» пришел на помощь. Там уже поактивнее народ. И там не только арчане, а там уже, я смотрю, там уже можно уже с другими людьми пересекаться с очень интересными. И потом, это у меня как, мне очень интересно и хочется рассказывать про интересных людей, которые у нас в Орске есть. У нас их очень много, но их не всех знают. Например, вот есть такая Ольга Кузнецова, директора магазина «Лаванда», которая кормит этих бедных людей. Она мне их притаскивала, я пытался их госпитализировать, но там упираются в полисы, в паспорт, значит, потом они еще, у них масса сопутствующих заболеваний, но и то я пытался ей помогать. Есть очень интересные люди, про которых мне хотелось рассказать. Ну вот я обратила внимание, на вашем блоге очень такая активная тега, это дизаморфин, то есть она самая такая крупная, самым крупным шерифтом из Рима. Вот что, какие вы делаете, журналистские свои расследования? Потому что это, во-первых, еще с моей работой пересекается, но о чем я могу рассказывать? О своей работе, о том, что я вижу, с кем я общаюсь. А потом я стал видеть, что это некоторым людям интересно стало. Я так потом посмотрел, а я, в общем-то, здесь один на эту тему. И все, никто особо это ничего. Есть психиатры несколько, но они больше уходят в прозу, там фэнтези, какие-то вещи. Значит, некоторые фотографии люди занимаются. А про эту тему я стал немножко ее просто, как сказать, развивать, потому что я понял, что надо что-то делать уже. Что-то надо решать уже с этим. Нужно бить в колокола, и об этом все-таки итог нашего разговора, один из итогов нашего разговора, это что нужно на самом деле бить в колокола. Но вернемся к вашему блогу. Какой он город Орск глазами Игоря Журавлева? Он очень интересный город, но мне кажется, что он какой-то вот замордованный все-таки у нас. Это как? Не дают этому городу как-то развернуться, подняться. Мне так кажется. Потому что очень много людей уезжать начали. Настроение вот этим вот молодежи. У меня дочь уехала. И все, и я так понимаю, что надо больше заниматься молодежью. А вот какой ваш совет? Как молодежью нужно заниматься? А на нее надо время тратить и деньги, не жалеть их. Потому что потом нам ничего не надо будет, кроме костюмчика. Мы уляжемся туда, и все, и будем лежать. Не туда-то я ничего не возьму. Там карманов нет, как мне один жулик сказал. Все. Ну вот как вы считаете, вот та ситуация, которая у нас с наркоманией в городе Орске, и в данном случае с зимозаморфином есть, вот это следствие того, что мало внимания молодежи уделяется? Напрямую. То есть прямая такая связь? Смотрите, как они время свое проводят. А как они проводят время? В лучшем случае, удобный очень вариант взять мой подъезд, когда они стоят в подъезде на глазах у родителей, далеко не выходят, чтобы их не обидели, и курят там, и общаются. Атрибуты общения сигарет, бутылка пива, телефон сотовый. Стоять с телефоном сотовым, и вот так вот делать, смотреть на него, и через каждые три секунды делать. Что это такое? Что они там смотрят? Или похабные картинки какие-то, или звуки какие-то похабные, да? Потому что секции спортивные, заниматься, ходить куда-то. Мы ходили в тяжелую атлетику, они меня там начинали обижать. У нас в школе банды были, да? Школа Корносевича, вторая школа, банды были. Приходилось отбиваться от них. То есть я потом их стал ловить, по одному и бить. То есть мне тут помогла моя штанга. А ходить с ножиком в кармане, резать и садиться на 7 лет, это не те методы. Игорь, вы работаете наркологом уже с 87-го года, достаточно долго. То есть вы застали вот тот всплеск 90-х годов, когда Россия, да и вообще даже город наш, Орск, он был не готов к этому. Он не знал, что такое наркомания. Вот сейчас ситуация, вот как она, что вот, она изменилась, не изменилась, или все осталось как прежде? Ну, в 94-м году появился героин, до этого были другие препараты. Называть их ты особо это не охота. Ну, всегда все это было. Сколько я занимал, всегда это все это было. Но не было это в таком масштабе. И не было это так оголтело. Я понимаю, что это настроение вот самих молодых людей, это их какая-то позиция. Она может быть даже какая-то революционная позиция. Невосприятие этой жизни, бунтарская какая-то позиция. Наверное, так. Можем бунтовать же по-разному. Не обязательно, что вот я вот буду колоться тогда, да? Что-то можно еще придумать. Я иду с лекции девятиэтажки, расстояние между ними три метра. Они разбегаются по крыше и прыгают на соседнее здание. Ну, это у меня в детстве тоже такое было. Да, мы все так прыгали. Вот этот экстрим адреналин. А можно взять и пойти в аэроклуб «Стрижи». Директор этого клуба Азат, святой человек. Там занимается с пацанами, готовит их, и они скоро будут прыгать. Я думаю, что мы обязательно кого-нибудь из клуба, авиаклуба «Стрижи» пригласим в программу. У них, на самом деле, очень колоссальный опыт по работе с трудными детьми. И сама много раз пересекалась, видела результаты. Результаты, на самом деле, очень хорошие, очень колоссальные. Самый хороший результат был, когда был трудный подросток, который год отзанимался, потом поступил в военное училище. И мы, я помню, мы рассказывали про эту историю в телевизионном эфире. Заканчивая наш разговор, Игорь, ну вот давайте закончим все-таки на хорошем. На хорошей теме. Ну, молодежь, понятно, сложно все. Она другая, не такая, как мы. Ну, что хорошего есть сейчас? Вот какая отличительная такая хорошая черта у нового молодого поколения? Они очень продвинутые. Они понимают интернет. Я смотрю их по возрасту 9-8 лет, а они в сообщество вступают в мой город Турск. Они, конечно, там висят, как сосиски, они ничего не делают. Они даже не пишут ничего, они ничего не могут описать. Они мне только пишут, давай дружить. Ну, тогда меня еще в чем-нибудь обвинят. Если я начну еще с них их френдить. Но им интересно это все. И поэтому мы тут должны быть предельно осторожны. Сейчас, вы знаете, что угодно могут написать, какими угодно словами. Надо же думать, что там ведь и дети могут быть, которые читают наши слова. Ну да, это да, 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 да. И я тогда понял, что этот мат вообще не приемлем. Какой вот есть Тема, но у него степ такой. Это только жжжщики могут понять, о чем я говорю. Игорь, уходите от темы. Все-таки тема какая? Что хорошего в городе? Что хорошего в новом молодом поколении? Понятно. Да, продвинутые. Но есть ли вот будущее? Есть ли все-таки свет в конце тоннеля? Конечно, есть. Но надо стараться все равно их ориентировать и стараться их не терять детей. Надо ими заниматься. А если папа напьется пиво, лежит газеткой, укрылся, и все. А мама курит. У меня была женщина, она беременная, курила. То есть ребенок уже, говорят, он с молоком матери всосал. Он уже с плаценты всосал через кровь. Я написал «Прерванный полет». Фантастический такой рассказ, как будто он в какой-то транспортной капсуле. А потом эвакуация идет, и понимаешь, что это я роды описываю. И это была Лена, которая умерла, 28 лет. Осталась девочка с грыжей поясничного отдела позвоночника. Я долго с ней занимался. А почему умерла? Она героином колосса. Четыре стационара, 28 лет. Сейчас бабка занимается ребенком. Прооперировали девочку, грант получили, ее прооперировали в Оренбурге. И девочка, вот это внучка теперь, вот бабкой воспитывается. То есть вы этой историей тоже занимались? Да. Отслеживали? Это вот он такой вот позитив у меня. У меня позитива вообще мало очень в работе. Мне поэтому может быть интересные фотографии, общение с людьми совершенно, которые не в этой области. Мне это очень интересно. Иначе и юмор. Мы без юмора никуда. Вот тесты эти, да? Кроха, дочь к отцу пришла и спросила Кроха. Две полоски. Хорошо, одна полоска. Плохо? А у нас тут немножко наоборот. У нас одна полоска выявлена, две полоски наркотик не выявлен. То есть все наоборот, да? И знаете, вот хочу сказать, водитель же нас слушает, да? Ну да. Ребята, вот смотрите, у вас болит голова, да? Вы выпили пералгин. Обезболивающий препарат. От слова боль, а не обезболивающий, как говорят у нас даже врачи некоторые. Вы все время думаете, что там кадеин, и если вы опустите полоску, или врач вам опустит, у вас будет положительная реакция на морфин, героин. А что, повод для лишения прав, наверное? Да. И пойдет еще эта моча, потому что там кадеин, он относится к морфин, содержащим в лаборатории, и подтвердится. И вы на полтора года из-за таблетки пералгина лишитесь прав. Вот страшность как. А не то, что там, и вы будете бегать и говорить, и вы ничего не докажете. Хотя я потом приходил на суд, он ко мне пришел, потом этот потерпевший, и говорит, спасибо тебе, я говорю, выиграл дело. Он говорит, нет, просрал. На полтора года. За что, спасибо? Ну, ты же сказал, как есть, правду. Ну, да, тоже приятно. Спасибо за совет, я думаю, водители примут это к сведению. Последний вопрос. Ваш подвиг какой? У нас, вот, вы знаете, вся жизнь, она подвижничество. Вот есть такой Юра Сураев, в одном дворе воспитывался, уезжал в Москву, вернулся. Староста свято-духовный храм строит на Первомайском. Где кладбище. Очень много наших там тусуется у него. Вот Юра Сураев, если ты меня слышишь отдельно, тебе спасибо. Человек вот занимается реальным делом. И вокруг него еще вот те, которые у нас пролечились, а им идти некуда потом. И куда им идти? Это, ладно, есть такая Ольга Кузнецова, это Орская мать Тереза. И ладно, что есть такие люди, которые этим занимаются. А врачи и медсестры, это вообще измененные люди. Это люди не совсем здоровые, которые этим занимаются за такие деньги. Ну, то есть подведем итог такой, что мало выявить наркомана, да? Его еще нужно правильно пролечить. И главное, как он будет потом социализироваться в обществе. Заниматься с ним, пестовать его, соцработник его, дальше, дальше. И приткнуть его куда-то, социализировать его. Чтобы он что-то где-то начал чутко пошиться и трудиться. Ну вот тоже вот такой вот, у нас был гостем, вторым гостем нашей программы Вильгельм Варгентин. Вот он все-таки сторонник того, что, понятное дело, что профилактика, да. Но нужно начинать, чтобы не допустить именно молодое поколение, вот им заложить здравое зерно, чтобы они уже могли говорить слово «нет». Нет наркотиков, нет алкоголя. Да, это личность. Я его очень уважаю, с ним пересекался. Это человек, то, что он делает в таком возрасте, 28 лет, я себя в 23 года помню дурак-дураком, институт только закончил. Что это? Не помню, какой я был в 23 года. Игорь, я прошу прощения, мы заканчиваем нашу программу. Вильгельм, вы обязательно расскажете свои слова на сайте ural56.ru. Я думаю, развернется сегодня хорошая такая дискуссия. Это программа «Говорим по делу» в студии Елена Файмана. Сегодня был моим собеседником Игорь Журавлев. Встретимся с вами в четверг. Эфир обещает быть очень интересным. Следите за анонсами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok